Небольшое продолжение демонстрации. Дело в том, что когда я вчера собирал это видео с демонстрацией генерации реальных алгоритмов управления атомной станции, заливки их в реальный отечественный контроллер, я заметил небольшую ошибку. Поскольку задача у нас демонстрационная, для нее мы большую часть алгоритмов реальных управления станции не используем. Они просто не присутствуют в модели. Соответственно, наш алгоритм управления, который мы залили в контроллер, работает не совсем корректно. Данный алгоритм должен запустить рециркуляцию, если у нас расход меньше, чем мы ожидаем. Что у нас происходит? Мы нажимаем включить. У нас идет, отсчитывается таймер, проверяется показания датчика и включается рециркуляция. Но если мы посмотрим на схему, мы увидим, что для нашего с вами случая никакая рециркуляция не поможет, потому что задвижка на входе насоса, она у нас просто закрыта и расхода никакого нет. И поэтому открытие вот этой задвижки на рециркуляцию не спасает ситуацию. В реальных алгоритмах, скорее всего, были защиты и блокировки, которые предотвращали пуск насоса при закрытой задвижке на САСе. Но, поскольку у нас с вами учебно-демонстрационная задача, мы спокойно можем с вами сейчас стать технологом и поменять этот алгоритм. Еще раз, ошибочный алгоритм. Выключается насос, включается насос, выключается насос и снова включается, несмотря на то, что задвижка на САСе у нас закрыта и не позволяет включать этот насос. Никакого расхода быть не может. И наш алгоритм с рециркуляцией в данном случае не работает. Давайте его поправим. Давайте приступим к исправлению. Логика будет простая. Если у нас задвижка закрыта, вот эта задвижка на САСе, то насос надо запрещать включать. Скорее всего, в тех алгоритмах, которые мы изъяли из демо-модели, такие запреты и стояли. Но давайте реализуем то же самое с помощью функциональной блочной диаграммы. Копируем блок или добавляем его вот сюда. И говорим, что если у нас, красиво поставим, если у нас в 15-й линии вот здесь заполнить выделенное из базы данных 31А101, вот она. Посмотрим ее состояние. Она должна быть закрыта. Закрыта, да, это именно она. Плюс. Окей. Применить. Окей. То есть, если у нас эта задвижка закрыта, то мы, получив команду на включение этого насоса, тут же выдадим команду на его выключение. 15-й, чтобы было красиво. Заполнить выделенное из базы данных. Блок управления двигателем. Первый насос и включить, отключить дистанционно. Окей. Применить. Окей. Соответственно, по-хорошему, по правилу, мы бы сейчас должны были испытать этот алгоритм сначала на модели вместе с гидравлической модели, убедиться, что он работает и только потом залить на контроллер. Но, поскольку это демонстрация, мы сразу зальем на контроллер и проверим этот алгоритм, когда он уже будет залит в наш контроллер. Переходим в кодогенератор, кодогенератор C, управление задвижкой, этот проект, из которого мы генерим код и говорим, пересобрать все модули. Да. Да. Джик. Генерация исходников совершенно успешна. Переходим в папку с нашими исходниками. Открываем кейл. То же самое говорим. Пересобрать все проекты. Ноль ошибок, 9 предупреждений. Это не важно. Все готово к заливке. А раз все готово, давайте зальем это в контроллер. Вот. Пошла заливка. Видим, что на компорту идет заливка в наш контроллер Melander. Все. Все залилось. Залилось. Давайте теперь заведем, закроем кейл. И запустим наш пакетный расчет. Напоминаю, что вот этот алгоритм у нас работает в режиме отладки. Стартуем. Видим, что задвижка у нас закрыта. Да. Исходное состояние закрыто. Попытаемся запустить насос. Нажимаем кнопочку пуск. И вот чудо. Сигнал появляется, попадает в этот блок и снова отключается. Смотрим на схему. Наша защита работает. То есть теперь уже рукожопый оператор не сможет включить этот насос, если задвижка у него закрыта. Давайте ее откроем. Открыть, применить. Вот она пошла на открытие. И в этот раз мы можем уже открыть насос. Все замечательно. Наш алгоритм сработал. Давайте еще сымитируем отказ нашей системы, чтобы исходная идея с рециркуляцией сработала. Остановим радиочный расчет. Еще раз запустим. У нас задвижка закрыта. И введем отказ вот у этой задвижки. Отказ. В качестве отказа у нас будет потери силового питания. Жеткость отказа единица. Единица ввести. Закрыть. Закрыть. Еще раз запускаем насос с помощью платы. Видим, что он не пускается. Наши защиты блокировки мешают ему. Перейдем в алгоритм управления задвижкой. Видим, что он продолжает прекрасно работать. Перейдем в проект. Откроем эту задвижку, чтобы насос можно было бы в конце концов пустить. Открыть. Применить. Поехала она открываться. Теперь она не закрыта. Теперь логика управления задвижкой не отключит наш насос при пуске. Пустили. Пошло время выдержки. Расхода здесь у нас все равно нету. Потому что мы с вами сымитировали отказ. И мы должны открыть задвижку на рециркуляцию. Давайте посмотрим управление задвижкой. 26, 24. Видно, что время у нас сокращается. У нас постепенно-постепенно заданная выдержка уменьшается. И секунд мы ждали, пока расход появится. Но он не появился. Открылась рециркуляция. Открылась рециркуляция. И из-за того, что у нас есть отказ на задвижки по ходу насоса, насос отправляет воду в петлю рециркуляции. Таким образом наш алгоритм работает. При этом этот алгоритм, как вы убедились, мы запускаем и отлаживаем на плате. А отечественном Миландре отключили. И вот, видим, он отключился. Насос падает. Система работает. Таким образом, с помощью Симинтек отлаживать на алгоритмы можно с математическую моделью, в Симинтеке, а можно непосредственно заливая в контроллер. Пользуйтесь Симинтек и будет вам счастье. Всем пока.